снова здорово дамы и господа на связи роман и канал фрисан геймсом на звездные войны галактика героев и да все верно верховный лидер кайло рэн сегодня мы будем с тобой его получать но к сожалению это опять же не на моем аккаунте вообще огромное спасибо всем ребятам кто дает такую возможность испытать новый опыт так сказать сделать контент посмотреть туда-сюда ну и заодно пострадать мне за вас так сказать и так сказать слишком много уже рассказал короче сегодня мы будем получать верховного лидера кайло рэна активировать мы его не будем потому что это должен сделать хозяин естественно мы активируем нашего кайло рэна уже на втором аккаунте но так сказать что за хрень вот слово паразит надо от него избавляться поехали посмотрим у нас есть три категории которые мы можем с тобой пройти это первая вторая третья третью категорию мы можем пройти один раз и первую категорию мы можем пройти два раза и если допустим на получение рулюка я не смотрел гайды и познавал все так сказать на собственной боли и на собственном опыте то здесь я уже где-то что-то куда-то потому что здесь купоны это дорого это больно это страдание поэтому здесь я буду работать по шпаргалки если что поэтому не обессудь а иначе быть не может потому что проигрывать здесь мне вот честно вот вообще ни разу не охота итак поехали мы сразу заходим в бой это у нас первая категория верховный лидер кайло рэн мы берем сюда хакса красного палача и офицера модули здесь все стоят все как положено здесь все отлично поэтому мы можем в принципе залетать в бой и стараться что-то где-то куда-то верховного лидера кайло рэна нам уже дают изначально но это не значит что будет легко вспоминая опять же легенду палпатина первая категория была самая сложная потому что там дикий рандом гайды которые я смотрел они не помогали потому что у меня персонаж либо мазал либо у него было мало скорости либо ему не хватало атаки либо еще что-то надеюсь что сейчас у нас все будет хорошо в любом случае владелец уже проходил у него вроде как бы все получается все нормально остается нам так сказать добивочка ну что поехали да приводит с нами сила как говорится по гайду что требуется сделать нам надо вынести финна в первую очередь и держать опять же в стане финна по и биби 8 рэй чую у них они взяли его нужно уходить они идут да мы идем давай скорость я тогда делаю побольше и сразу что а почему верховный лидер кайло рэн а ты точно верховный лидер кайло рэн ты же обычный кбм только к в м это кбм это к в м но со способностями к бы так ладно хорошо давай сюда стан мы даем дальше вот таким образом делаем хорошо это плохо но не страшно преимущество есть перекидываем сюда но и сюда также ставдаем стану нас на два хода это плохо так и у нас снимаешь дружеской цель получает и на меня же преимущество дохода у него также усилий стака снимает все отрицательные эффекты с офицера и выбранного союзника плюс дает им бонус стойкости тогда вот таким образом есть хорошо но здесь мы стандарт уже не можем тогда давай попробуем фильм ли тогда подолбить наверное каким образом снять не снять допустим филе мы смогли уделать держим провокацию держим провокацию бьем сюда это плохо но жить можно дальше толпой тогда давай забираем вот этого пацаненко хорошо здесь ну тут шаха особо нам порезать и не получится потому что там шаха то не было дальше просто тычка стан держи снимаем отрицательные эффекты передаем ход ох запрет на прохил висит вот это здрасте и быстренько объем биби 8 передавать ход ну на кого давай наверное сюда отлично глаз нам не страшен потому что пока соперник в оглушении то вот эти все ваши глазки они не работают ну допустим я на самом деле думал что будет посложнее но пока что все хорошо пошло я больше всего боюсь третью категорию это та которая дуэль а запись вообще идет запись вообще идет хорошо так поехали опять же а почему а почему награды пропали а ну да ну да так первую категорию прошли пошли вторую категорию здесь по факту то же самое насколько я понял тоже берем красного офицера и палача и поехали смотрим вражеский отряд о здрасте а а я тебя помню я же фильм смотрел они повсюду я знаю что надо делать я тоже надо уходить замолкнет репел по домирон перевозчик спайса так ладно хорошо ну по той же схеме работаем то есть здесь стану здесь раздаем преимущество хотя у нас она и было но как бы лишним не будет дальше сюда опять же стану не даже расходовка то же самое я даже не знаю наверное давай таким образом мы будем дальше продолжать сохранять провокацию мне кажется это очень даже полезно а почему а он в инвиз ушел точно точно говорили мне что в инвиз могут уйти так это не помогло режем шаха чтобы из стана не вышел не вышел добиваем красиво биби восемь ах ты ж глазки бусинки нужен стан нужен стан вот тебе и стан пожалуйста давай тогда и вот эту барышню мы тоже встал загоним это зори близ здесь можно в принципе вот так сделать и понеслась потихоньку давай вместе с красным красиво таким образом а инвиз инвиз вижу прекрасный молодец нет легко и непринужденно а вот теперь мы боимся прямо сильно потому что сейчас будет дуэль погоди шпаргалку открою дуэль по шпаргалки вот она поехали а купоны 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 нам надо настричь миссии компании темной стороны где же мне столько взять то купонов но кристаллы то есть у нас темная сторона темная сторона а какую он битву фармит мне просто чтобы ничего ему не испортить то мы лучше спросим чтобы знать какое деталь и потому что я когда проходил легенду палпатина я фармил шокеры вот эти шокеры я брал это у нас 8b я фармил по 5 заходов так было по крайней мере мне казалось что так выходит лучше всего что у нас хоть за склад то у игрока давай посмотрим это сагильдец так с вейдер дух утра он он уже и на и на легенду получается идет на легенду палпатина при этом грифа карга еще подкачивает да у него среван адмы древан 4 миллиона гм и считаю у него есть легенда кайло неплохо неплохо мне нравится так пишет любую битву темную главное за 6 н ки главное за 6 н ки это 10 это 8 это 8 это любую битву я хоть бы посмотреть где деталь и какое-нибудь нужное 14 140 142 даже не знаю какую битву по форме 13 ну давай наверное самую первую попробуем потыкать нам надо еще 40 купонов до 1 спасибо 2 шикарно 2 серьезно я фармил битву за 8 н ки потому что по 6 получается вот видишь падает по дну по два купона за 8 падала больше купонов но хозяин барин сказано так значит будет так были так мы так 60 не настригуем мне придется очень много кристаллов залить да не но 3 упала но что это такое и все заходы в первый раз три а ну давай проверим то как у меня бы работала 1 также 4 вот сразу 4 но 5 на 8 подожди 4 за 1 заход а там получается два захода до 5 пошли 5 на 6 это насколько 30 на 2 65 на 8 40 так не получается это а это по 10 подожди подожди это боевка по 10 точно я получается по 10 и долбил да все верно я не по 5 закрывал я по 10 закрывал тогда нет это невыгодно это очень невыгодно для хану по 6 заходить по 6 заходить что-то мне как-то тоже не особо нравится конечно у всех как бы своя тактика но по три купона еще хорошо слушание по 3 поперло один спасибо один еще покупаем мне разрешили сказали делай что хочешь как бы в рот те ноги поэтому 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 в рот мне ноги да ой было бы неплохо конечно еще 70 купонов получить где-то но это придется очень много кристаллов тратить я на это не согласен так поехали 60 у нас дуэль это очень сложно это я вообще не представляю что это я первый раз захожу в дуэль рей где бы ты ни было найти тебя трудно тебя трудно избавиться пустыне я должен был увидеть должен был показать тебе кто ты ты лжешь я никогда тебе не лгал ты не знаешь всего твоих родителей забрал палпатин он искал тебя замолчи ага так где у нас отображается очко используйте обманный маневр ты обманный маневр так нет это ложный выпад это парирование это удар так ложный выпад это наверное есть маневр обманный маневр уложен выпад это наверное одно и то же так что это означало пока не получите очко где у меня очки обозначаются нифига не понятно если честно как понять что я получил очко интересно парирование я немножко недопонял если честно используйте обманный маневр до тех пор пока не получите очко но обманный маневр это как я понимаю ложный выпад после этого попробуйте применить удар для более быстрой победы можно попробовать использовать удар еще один или два раза но только если у противника нет двух очков если противник набирает два очка попробуйте использовать парирование или же используйте обманный маневр до того момента пока у вас не будет два очка потом жмите удар Интересно, девки пляшут по 4 в ряд стоят. О, вот, очки дуэли. Так. Если у противника... Не, не важно. А что я сейчас делаю? Как я очки получил? А если у противника не... Давай тогда еще раз, наверное, удар сделаем. Он сжег все мои удары. Он тоже очко получил. Два очка. Так, если у противника набирается два очка, попробуйте использовать парирование. Пляха, это же не парирование, это ложный выпад. А парирование, это вот эта хрень. Иди же, пассатижа. Три? Почему три? Три? Почему у него три очка? А, все, сгорели очи-чи. Твою ж-то мать. Ошибка. Когда противник использует эту ошибку, всегда используйте удар. Хорошо, у меня два очка. И что мне делать с этими двумя очками? Мне прям бить? Опять мои очки погорели. Что такое? А, нет, хорошо. Я, если честно, не особо понимаю, что происходит. Вот прям серьезно. Каждый раз я тебе говорю, читая какой-то гайд, обязательно вникай, понимай. Не надо тупо читать, исследовать гайдов. Я же тупо прочитал и не могу понять теперь, что мне делать. Ага, это что такое? Очки дуэли. Бляха. Я два набил. Три. Не, ну я типа пока молодец, да? Это, наверное, плохо сейчас. Опять три. Ага. Знаешь, почему император хотел твоей смерти? Я приду и расскажу тебе. Я победил? Ети же, пассатижа, я победил. Интересно, конечно. Слушай, я бы в этой дуэли, по факту... По факту... По факту... 330. Ну мы набрали 330. А почему я могу еще раз идти в бой и получить еще 50? Серьезно, что за бред? Не суть. По факту... По факту это весьма интересно. Я, конечно, под конец уже начал где-то что-то немножко понимать. Но вот эти дуэли это очень интересная хрень. И просто так нахрапом, блин, мне кажется, ее не взять. Какой перезапустить клиент игры? Ты че? Ты че, игра сдурела? Охерела что ли? Не дай боже. Может обновка какая-то вышла? Да не. А было бы тогда написано обновите клиент. Не, слушай, реально вон загрузка данных пошла. Серьезно, обновление? Да ладно. Темный штурмовик теперь доступен в наборах. Великая арена. Че, Великую арену прыгнул? Как же ты так мог-то? Ну что ж ты поделаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Так, все. Теперь, по идее, должно быть нормально, да? Да, во, все. Теперь у нас все закончено. Все закрыто. И легенда... Легенда Кайло у нас собран. Активировать мы его пока не будем. Так, входящие новости. Ну вот, пожалуйста, Охотник, бракованная партия. А че, он уже появился что ли? Нет, два дня, 19 часов. Осколки Охотника. Шикарно. Слушай, реально, пока мы играли, вышло обновление. Они добавили новую фракцию уже, да? Персонаж уже здесь есть? Да, вот, пожалуйста, смотри. Уже персонаж есть. Охотник. И бракованная партия. Вот, пожалуйста, один уже у нас присутствует. Ой, какой прикольный. Слушай, мне уже нравится. У, сука, какой опасный. Классный, опасный. Боевая выручка. Наносит вражеской цели физические уроны, накладывает уязвимость на два хода. Если на цели был отрицательный эффект, проводит дополнительную атаку. Это у нас Охотник, Светлая Сторона, Атака, Лидер, Бракованная партия, Клон, Штурмовик, Галактическая Республика. Как много всего. Скрытое приближение. Союзные клоны, Штурмовики, получают повышение, увертывание и скрытность на два хода. Затем наносит физический урон всем врагам. Если у Охотника уже была скрытность, повышает шанс на критический удар и атаку всех союзников из Бракованной партии на два хода. Но мы это еще все посмотрим, у нас в любом случае будет быстрый обзор персонажа. Делает вражескую цель уязвимой на два хода. От этого эффекта нельзя увернуться. Но возможно можно сопротивляться. Меняется шкалой хода с выбранным союзником, клоном, Штурмовиком. Если выбранный союзник из Бракованной партии, в этот ход он игнорирует провокацию и накладывает на вражескую цель оглушение на один ход. От этого оглушения нельзя увернуться. Но можно, опять же, наверное, сопротивляться. Другой путь. Лидер. Союзники из Бракованной партии получают 35% к максимальному здоровью, 35% к максимальной защите, 50% к эффективности. Неплохо. Союзники из Бракованной партии наносят чистый урон всем врагам, когда используют способность под действием усиления обороны. Чистый урон, это у нас получается, игнорируют полностью оборону. Угу. Союзники из Бракованной партии получают плюс 50% к избеганию критического удара, когда на них действует увеличение увертывания. Враги с захватом цели не могут контратаковать, когда союзники из Бракованной партии используют против них свои способности. Когда союзники из Бракованной партии наносят урон врагу с уязвимостью, он теряет 50% шкалы хода. Вражеские дроиды и сепаратисты теряют вдвое больше шкалы хода. О-о-о, ребятки, пизда Гривус Паку. Не действует на рейдовых боссов и Легенд Галактики. Сопротивление против этого эффекта не действует и от него нельзя увернуться. Все, пипец. Полегли сепаратисты, полег Гривус Пак. Вот что я тебе могу сказать. Это плохо. Но мне тогда придется этих штурмовичков-то собирать. Потому что, потому что. У меня с Гривус Паком ты прекрасно знаешь, что... Ой, какие трудности, конечно. Хорошо, хорошо. Нет, смотри, я как думал, что у нас, по идее, охотник в самом событии на охотника вполне вероятно, что покажут и других. То есть, вряд ли, чтобы он был с теми клонами, которые у нас будут. То есть, вполне вероятно, что именно в этом событии будут еще дополнительно новые клоны. Поэтому мы посмотрим уже на момент события. То есть, через 2 дня, 19 часов. Это будет, опять же, быстрый обзор. То есть, никаких детальных подробностей. Потому что бракованную партию, вообще, в принципе, можно будет говорить о ней в целом. Когда выпустят всех персонажей, будет все собрано, будет все всем известно. Когда они какой-нибудь донатер, типа Ахи, выведет их в 7-й рел. И тогда мы будем уже примерно понимать, на что они способны. Но то, что Гривус Пак они будут, скорее всего, раскидывать, это процентов 90. просто, что Гривус Пак будет отлетать просто на раз-два. И это будет классно. Потому что у меня, например, с Гривус Паком всегда большие трудности. Где у нас Кайло? Кайло, Кайло. Вот он у нас, верховный лидер Кайло Рен. Активировать мы его не будем. Пусть этим занимается уже владелец этого аккаунта. Но на этом у нас все. Я, честно говоря, думал, что будет посложнее. То есть, единственная сложность для меня возникла это дуэль. И сложность была больше в непонимании, нежели как вообще, в принципе, в специфике категории. То есть, она не сложная. Но ее надо понимать. Вот. И ждем уже непосредственно если дадут возможность, то опять же, битвы на ультимативную способность. Если нет, не будет такой возможности, то тогда мы на нашем аккаунте уже прокачаемся и будем на нашем аккаунте творить ту же самую дичь. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok